Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну какой ты молодец, хороший, классненький. Поэтому комьюнити обиженных как бы из-за этого и... И сразу же минус развития. Ну да, да. Еще раз минус развития. И вот пока это будет вот такое потакание твоим как бы эти... Из нашего диалога получается, что если человек автоматически отправляет свою музыку в Европе, там ему как минимум отвечают достаточно вежливо. А здесь отмечают грубо. Именно из-за этого возникает такое ощущение, что там все мрады, но здесь типа все такие недружелюбные и так далее. На самом деле дело не в дружелюбности. Есть такое понятие, как нелицеприятные товарищи. Вот, например, русские для европейцев, это есть нелицеприятные. Нелицеприятные означает в словаре, короче, следующее. В словаре далее, по-моему. То, что человек, который говорит правду, не подыскивая особых слов для этого. Вот у нас, короче, большая часть населения, она, в принципе, такая дуболомная. То есть валит как есть, как танк, короче. Вот как мы во Второй мировой победили? Валили как танки, там штрафбатальоны и так далее. Просто напролом. Вот у нас так и осталось до сих пор. Понимаешь, никакого изящества. Очень бесхитростно в этом плане подходит. Не знаю, вот у нас, как бы, именно в плане нашей тусовки по HyperFunk, если присылают что-то, мы вообще не щадя, как бы, говорим, что где хреново. Но никаких там оскорблений нет и так далее. Если вот в таком случае человек отреагировал негативно, то он вылетает. Конечно, всё исключительно в профессиональном контексте. Если человек не понимает это, ну, а зачем тогда, в смысле? Что такое ADM в вашем понимании? Ну, как явление, оно точно не наша чашка кофе вообще. Ну, конечно. Я вообще не понял, в какой момент ADM превратился в ADM. Кто мне это вообще, как бы, объяснит? Вот такая ситуация. Раньше то, чем мы занимались, называлось Intelligent Dance Music, короче. То есть интеллектуальная танцевальная музыка. Типа музыка не для всех. Туда нужно подумать, что-то себе представить. Допустим, вот те, кто слушает Industrial, это не совсем простые люди, в любом случае. И получается, это Intelligent Dance Music. Тут оно переходит в ADM, дальше появляется Bass Music. Мне кажется, это, короче, инструменты для охарактеризации кучи, просто каких-то кучек народу по рангам, получается. Знаешь, там, так, вы Bass Music, вы ADM Music и так далее. Это вообще, в принципе, к нам никакого отношения не имеет, потому что данные вещи придумываются с трендмейкерами. Это лейблы, которые на топе. Они, собственно, всё это и толкают. Они вешают ярлыки, там же есть свои критики, они обусловят как раз, кто чего есть. Им же нужно, допустим, вот, смотри, я тебе сейчас приведу пример. Я организатор, я делаю дабстеп, мои вечеринки начинают круто пороть. То есть я имею в виду, мозги разрываются у людей, они все туда ломятся, хотят, им нравится. И в конечном итоге всё это достигает тупика, и мне нужно развиваться. Да, вот если я буду называть дальше это всё dubstep music, будет не очень. Назову это Bass Music, ну, тоже как-то узковато. Не вся же музыка у меня бэйсовая хочется, да. Я хочу, допустим, ещё вишенку техно захватить или там вишенку хип-хопа. Значит, мне нужно всё это назвать Electronic Dance Music Festival. И тут, короче, я начинаю грести бабло. Вот, мне кажется, именно из-за этого как бы всё это сделано. Как ни странно, всё есть бэйс-музыка, потому что как бы ты вообще электронную музыку без баса слышал когда-нибудь вообще, чтобы она не басовая была. Есть у нас один трек такой. Ну, это вообще к нам отношения не имеет это понятие. Скорее всего, оно просто пришло к нам, пришло. А те, кто легко с такие вещи хватаются, ну, просто не знают глубины данного предмета. И не знают ответа на вопрос так же, как и я. Что такое IDM и EDM в таком случае? Ну, то есть это очень общее понятие, под которое сейчас подвели все и тренды, и всю современную вот такого рода музыку. И всё, назвали всё это EDM. Я как-то это в Facebook случайно заметил фотографию. Ну, да, какой-то супермаркет типа Walmart большой. И там прям такой отдельный был этот павильон с этим, с указателем EDM Apparel. Ну, то есть это шматьё для EDM. Ну, вот видишь, прям, как я тебе и говорил. Ну, то есть целая индустрия вообще под это подкатывается, и всё. Выходит, это просто поиски маркетологов отчасти. Да. Объединение жанров для большей прибыли, конечно. И опять же, мы не можем всё это время называть dubstep music или там trap music. Нам нужно какое-то общее определение под это, чтобы... Ну, получается, вот эта, так скажем, волна EDM, как явление, которое появилось, оно сделано маркетологами. Отчасти оно привлекло новых пользователей, и, так скажем, электронная музыка в каком ни было виде, в виде попсы и так далее, всё равно обрела новых любителей. И фактически, рано или поздно, и до вашей музыки не совсем, как вы говорите, мейнстримовая в том числе, оно тоже дойдёт. Что вы думаете? Три буквы просто намного проще запоминать, чем другие жанры. Ну, это, во-первых. Во-вторых, если говорить уже про то, застанет это нас, как бы оно ни пыталось нас застать, вся проблема EDM в том, вот именно объединение подобного, что ты, короче, берёшь какой-то жанр и пытаешься в нём заработать. Почему? Точнее, как? Каким образом? Ты вот возьмёшь underground-жанр и начнёшь на нём зарабатывать. Резаных свиней туда в трек. Ты-ра-ты-ту-ту-та-ты, всякую херню, чтобы она хоть как-то более-менее перекликалась с тем, что уже достаточно трендово, то есть пихать левоту. А девчат с тверком. Да, совершенно не в тот жанр. И получается, что это как навалить какашку. Поэтому в данном случае мы будем видеть это только в виде нелицеприятных всяких вещей, точнее, неприятных нам вещей всяких. Абсурд. Типа абсурдных музыкантов, которые называют себя там, я, наверное, фанк-продюсер, сам пишу в «Давстеп ускоренный». Такая тема, понимаешь? Там, я, короче, дарксайд-продюсер, сам пишу «Кроссбрид». Все же мы знаем такой бренд, как «Мастерс оф хардкор». Да? Легенда. Не зря же «Кроссбрид» появился в «Драм-н-бэйсе». Он появился только исключительно потому, что люди хотели больше, короче... Необходимо было расширить аудиторию в какой-то момент. Да, больше расширить аудиторию. Ну, я просто закончу. И я говорю, мы будем видеть это в качестве падающих фекалий вокруг нас, но конкретно нас-то не будет касаться. Потому что у нас все равно андерграунд-тусовка. Как бы все это ни пыталось нас обступить со всех сторон, мы будем обособлены вещью. И это касается любой тусовки, которая занимается вот этим замкнутым кругом продакшена, как у нас. Да? То есть стараемся не брать трендов вообще никаких. Ну, это пока мы не написали с тобой гимн кальянный новый, поэтому... Чего вы говорите? Да, действительно. У вашего лейбла, и не только, так скажем, вы занимаетесь лейблом, а еще и остальными вещами, есть характерное озвучание. И есть какой-то посыл. Как вы его, так скажем, для себя формулируете? Когда мы пишем музыку, нам самим иногда просто бывает больно прослушивать ее. Ну, понимаете, о чем я? Ну, вообще на Paper Funk'е написано в описании, что это Darkside, Dram & Bass, лейбл, короче. Написано, что это Dram & Bass и Jungle, как бы. И не обязательно это должен быть Text-Step или Nero Funk. Это должно быть все, что угодно, только с хреновым настроением. Такое ощущение, что у каждого трека плохо задался день. Вот так должно быть, примерно. Грустно, но весело. Или, не знаю, там какая-нибудь безбашенная печаль. То есть ты на грани отчаяния, но тебе не мега грустно, но топором ты все равно всех рубишь, короче. Такая тема. Чем хуже, тем лучше. Да. И самое интересное, что вот именно той грани и дна какого-то у Darkside не существует. Вот реально правильная фраза. Чем хуже, тем лучше. И вот для нас действительно, чем хуже, тем лучше. Потому что чем страшнее, чем непопулярнее, чем ужаснее музыка, тем больше мы радуемся. Вон, пожалуйста, недавно мы писали демо-версию для португальского лейбла. Они в основном занимаются кроссбридом, но из-за того, что им нравится наш уникальный звук, они говорят, делайте, ребят, что вы делаете, и все. Вот мы написали там короткий, там в три минуты, скинули. Менеджер был в полном восторге и такой говорит, ребят, ну только давайте пожёстче, серьёзно. А я ему написал, что он crazy motherfucker, если он хочет побольше. Ну это тогда уже не людская музыка будет, да. Ну да. И в последнее время Paper Funk вообще уходит в сторону авангарда. Мы вот больше стараемся раскрывать в музыкантах того, чего они не делали. То есть несвойственные им вещи и ходы всякие в музыке. Мы постоянно критикуем за стагнацию в контенте, короче. Ну то есть идёт постоянный контроль. И если там трек... Ну прям действительно... Есть категория, помнишь, у нас плотненький среднячок, который всегда прокатит. И прям вот если чуть ниже вот этого, это только контента касается. Звук в принципе можно вытянуть, мы постоянно музыкантам помогаем. А вот контент нужно постоянно держать в марку, короче. И объяснить чётко, по примерам, что представляет из себя Paper Funk невозможно. Просто Dark Side, тёмная сторона и всё. Да просто послушать и сделать какой-то... Причём каждый его сделает свой. Но всем будет плохо. Да. Это главное. И больно. В процессе ответа вы говорили, что всё-таки есть какая-то грань. То есть условно говоря, чтобы это не превратилось совсем в хаос. Не превратиться в абсурд. То есть хаос он и так присутствует. Это опять же вопрос о контенте. Если короче там, как говорится на английском, термоэл, самотоха в треке происходит. И всё, а бы как, то надо работать. Мы будем работать. Вот у нас пример был музыкант, я сейчас конкретное имя назову, Шиза. Он делал ремикс на хай-про, на нашего артиста, на трек «Кибер-цыгане». Мы долбили этот трек два месяца с ним. И в конечном итоге, после тяжелейших усилий и так далее, отказались от этого трека. Но это было сделано осознанно. Я сказал ему, Саша, мы отказываемся от этого ремикса сейчас, забудь про него. Делай новое. И он написал замечательный трек, который вошёл в компиляцию. Мы просто офигели, насколько он круто подтянул свой уровень. В то время, как мы его, как говорится по-русски, дрочили в этом плане. Вот и всё. Выставляли зону комфорта постоянно. Он нервничал, переживал на самом деле. Злился, обижался. Чуть-чуть. Наверное, про себя там. Но в итоге он доволен результатом и сам офигивается с его трекой. И реалист какой вышел хороший. Вы говорили о том, что практически любой трек можно дотянуть. По вашему мнению, сколько процентов в треке идея, а сколько именно продакшн? 50 на 50. Безусловно. То есть, именно половина. Я сейчас попробую аллегориями говорить. Я очень люблю. Допустим, овечка смотрится гораздо прикольнее, когда на ней есть шерсть. А когда её побрели, это просто контент. Так вот, примерно так выглядит трек без звука, короче, нормального. Это бритая овца. Но когда ты всё это дело как бы обрастаешь, облепляешь грамотным звуком и плотным, она уже похожа как бы на натуральную овцу. И это смотрится гармонично. И вот если в данном случае ты смотришь на овцу, то трек ты же будешь слышать. И вот он будет слушаться гармонично так же, как смотрится овца на фоне какого-нибудь луга зелёного. Такая тема. Побритая овца вообще, если честно, на овцу мало похожа. Ну, так, да. Поэтому вообще бывает такое, что вот мы пишем альбом сейчас. Там очень много треков, которых в принципе никогда не существовало на этой планете. К счастью для нас, что мы первооткрыватели в этом плане. Там такое смешение жанров, что когда к нам пришёл опытный человек, мы спросили, ну а что ты скажешь по звуку? Он говорит, а мне не с чем сравнивать. Бывают и такие ситуации. То есть ты всё-таки можешь быть реально законодателем в этом бассейне своих идей. А в целом есть определённые тренды и стандарты. Это очень много технических данных, которые так или иначе между собой перемежаются. Но, опять же, от идеи зависит. Вопрос в следующем. Если молодой музыкант, возможно, он не совсем ещё знает все основы звукорежиссуры, чтобы довести грамотно трек до ума, он на начальном этапе, многие не задумаются, что они могут как раз ту самую овцу неприглядную отправить, либо, так скажем, попросить более опытных коллег довести его до ума. И многие считают, что мастеринг, например, делается на лейбле. Как на вашем лейбле поступают? Например, если к вам попадёт трек именно в непричесанном виде, насколько сильно вы будете вмешиваться в идею с точки зрения мелодии или аранжировки, или вы просто попытаетесь причесать эту овцу и встроить в то звучание, которое у вас есть. Ну, местами у нас даже прям барбершоп для порнокопытных открывается. Давай конкретнее, Пашок. Тут, короче, тема такая. Вот присылает человек трек. Если мне контент не нравится, я никогда за звук не возмусь. Ну, то есть, если он стоящий, технически его можно вывести достаточно... И это описывается в цифрах. Человек должен заниматься продакшеном от 2,5 лет до 4. Это минимум. В другом случае, он просто талантливый самородок, на которого нам повезло выйти. Такое очень редко бывает. И, как правило, людей нужно тянуть. Чаще всего я общаюсь с музыкантами и сразу им говорю, вот он присылает мне трек. Я говорю, тебе полтора года ещё мне не надо писать ничего. Я говорю, уйди в подполье, через полтора года увидимся. Если человек меня послушает, я прям буду постоянно слушать его треки, его демки, потому что он обратил внимание на этот совет, значит, он уже чего-то стоит. Это всё зависит от того, как, возвращаясь к первому вопросу, как он воспримет эту информацию. Да-да, естественно. Если он воспринял её адекватно, он уже первый этап собеседования прошёл, и мы уже ему помогаем на этом этапе. Уже говорим дельные советы и действительно, как достигнуть вот этого, вот этого и вот этого. Что касается мастеринга на лейбле, всегда всё мастерится. Всегда прошу присылать минус 6 децибелов WAV-материал для того, чтобы... По дорожкам или целиком? Целиком. Целиком. Ну, потому что вот сводить треки, я считаю, это слишком лениво для музыкантов. Музыкант должен сам уметь сводить. Может быть, он мастерить не умеет, но свести этот трек он должен сам, короче. Мастеринг всегда особо была прерогатива больше лейблов, чем музыкантов. То есть, если этим занимались музыканты, то в основном-то занимались музыканты те, у кого был выход на оборудование или своё оборудование. Или опыт просто имеется. Да, или опыт большой, да. Вот. Не так-то часто, на самом деле, берут лейблы-треки с мастерингом самих артистов. Да, потому что у всех лейблов есть своё специфическое звучание, оно во многом зависит от мастеринга. И вот, мы, короче, взяли определённые стандарты по громкости, которые измеряются тоже в конкретных цифрах, и делаем, подкатываем. Там ещё есть такая тема, как звуковое давление, которое ощущается конкретно уже лицом, грудью, ногами. И вот наш сетап позволяет в полной мере ощутить, где тебе не хватает, где чересчур и так далее. И мы уже, основываясь на том, что слышим здесь, в конечном итоге регулируем. И знаешь, вот ещё какая-то тема с мастерингом. Это же не просто какая-то задача, тебе нужно подвести к конкретным цифрам. У всего альбома, к примеру, есть какая-то общая черта. И ты должен её боять и выстроить треки в определённом порядке. Ну, то есть это как произведение, оно должно всё соответствовать. И даже несмотря на то, что надо подогнать всё к определённым цифрам, тебе надо удержать вот именно всю картину. Это очень важно. Проект Cecta, он технопроект. Он несёт такую же, так скажем, нагрузку и идею, как и Paper Funk, как лейбл? Или это определённое альтер-эго ваше, только в стиле техно? Когда мы делали Cecta, ну, сделали, в общем, большинство треков, в котором мы их написали, ну, в районе за три месяца мы написали около 20 композиций. И... То есть для нас это было в какой-то момент окно во что-то новое. То есть мы плотно окунулись в техно, использовали совершенно новые приёмы технические и художественные, которые мы не так применяли в Dragon Bass, ну, потому что, опять же, вот выход из зоны комфорта. А тут совершенно новая дверь. И в какой-то момент мы плавно перешли в Drum'n'Bass, именно уже вот с этим багажом Cecta. И то есть, когда мы тогда ещё делали Drum'n'Bass треки, мы сравнивали это с Cecta, потому что это совершенно новое, что-то интересное. А теперь просто замечаем, что всё стало Cecta. В итоге, да. Cecta открыла прям не то, что дверь, а просто параллельную Вселенную. Я вот ещё могу уточнить. Там, допустим, для создания некоторых элементов использовались несвойственные для нас комбинации инструментов и эффектов, синтезаторов, которые нас навели ещё на новые мысли. Это такой парадокс новых знаний. Ты открываешь дверцу с чем-то, типа там написано метафизика. Открываешь, и там я вообще ничего не знаю. То есть ты, узнавая что-то большее, становишься ещё более некомпетентен. Дальше и дальше и дальше и дальше. Когда мы уже начали это делать в Drum'n'Bass, это был шок, короче. Потому что ничего не могло нас остановить и как-то переключить на другой лад, кроме как Cecta. И вот реально Cecta и стало всё. Вообще абсолютно всё. Cecta была таким свежим глотком воздуха и пониманием, что к чему идти дальше теперь нам нужно. Теперь, по крайней мере, всё известно было, благодаря ей. Да. На какой стадии сейчас находится проект и как много времени ему уделяется? Именно как технопроекту. Во-первых, проект тут. Это самое грамотное. Ну что, где сейчас твоя Cecta? Здесь. Я считаю, что просто проект ещё не вызрел до конца и он ждёт своего времени. Да, смотрим токерем. Много ли времени сейчас уделяется ему? Практически. Ну не знаю. На самом деле, Пахан день в неделю, в принципе, и демка. Не, ну по сравнению же ты сам понимаешь с тем материалом, который мы другое делаем, это не что. То есть сколько мы раньше, например, мы выделяли время? Мы садились и... Вообще всему есть объяснение, на самом деле. Когда мы с Пашей только вот начали, как говорится, возобновили наши тусовки совместные... Так сказать, перерывчик был, да? Да. Как бы лейбл немножко в замороженном состоянии на тот момент был. И ничего не отвлекало сейчас очень много всего, что происходит на лейбле, и то, что надо сделать обязательно, в обязательном порядке. Если мы сейчас это упустим, будет не очень клёво уже, в общем, то, на что мы работали, то, что мы готовили, просто не выстрелит так, как нам нужно. Поэтому цекта, она осталась. Она никуда не делась, мы не замораживаем проект, не расстаемся с ним, мы просто ждём определённого времени. Ну, как я тебе говорил, рано или поздно будет просто разрыв. Тем более, вообще, для музыкантов есть такая проблема серьезная. Они считают, что каждый трек нужно куда-то пристроить. Да. Типа, вот я сейчас его не пристрою, вот он, короче, там... Типа исчезнет. Страх писать в стол. А на самом деле бывает, что ты написал трек, прошло три года, и его на топчике издают. Вот у меня лично так было. Ничего я к этому не приложил. Просто взяли и издали его. Три года прошло. Он лежал просто цифрой, пылился, короче. Да. Не надо бояться писать в стол, надо просто всегда двигаться дальше. Потому что вот вообще любое творчество, любое, что происходит на нашей планете, оно спиралеобразно. И всегда, короче, замыкается на какой-то более-менее похожей, короче, на похожем витке. Вот, например, у нас, короче, дела с лейблом были подзаморожены, да, значит, у нас больше места для цекты. Для цекты мы все сделали, дела для лейбла появились, мы опять поперли. И вот как только мы закончим дела по лейблу, опять появятся цекты. И все это будет с каждым витком все мощнее, короче. Плюс мы за это время еще набрались еще больше технических знаний, то есть мы их же можем применить теперь в новом ключе. Абсолютно. У вас был свой подкаст, который вы благополучно закрыли, и, соответственно, после этого появились стримы под названием Punch Your Mom. Можно я уточню, если не против? Подкаст был как бы у меня. Дело в том, что когда лейбл открылся, ну, в общем, Паша подключился позже, а потом уже шестой мы выпустили вместе, действительно, как совместный проект. Вот. Это небольшое уточнение, чтобы зрители просто понимали это и все. Соответственно, у вас появились свои стримы, что можно ожидать от вас дальше именно в этом направлении? Есть ли, может, какие-то идеи развить, в том числе либо стримы, либо какую-то трансляцию и прочие вещи? Помнишь, мы хотели иностранцев звать? Да, у нас была такая интересная задумка, вот как привозят иностранцев и артистов прямо на вечеринку, да? то есть организовывать букинг, все как надо. А мы хотели сделать то же самое, только не на вечеринку, а сюда, к нам в студию, провести выпуск «Панч и Роман вместе». Ну и все как обычно. Мы задаем кучу вопросов, задаются люди из чата кучу вопросов «Гостю», мы даем ему поиграться либо в «Стар Варс», либо... Посводить. Посводить, да, как ему. То есть он себя чувствует как дома и... И параллельно еще с этим... Слушай, а может, не надо нам выкладывать свои идеи вот так вот? Ну, хотите... Я вот... Я даже... Ну, смотри... Да, я тоже, наверное, соглашусь... Приглашение как бы гостей, это понятно, да? В дальнейшем то, что мы там придумали, мы придумали очень круто, короче. Вот. Есть определенные дополнения, допустим, к стримам, появившиеся недавно. Вот мы делаем продакшн. Садимся, нам люди заказывают какой-нибудь звук, какой там последний раз был. Это фейспалм. Иксбоксовский, ачивка звук. Потом звуки из трейлера к фильму «Живое». Да. И... Звук вот этого, как бы Кельвина или как его... Как звали этого чувака? Да, Кельвина, да, да. И еще какой-то звук там был. Ну, не суть важного. Да. Какой-то звук, да. И цель это превратить в трек или... Жанр заказывают, как бы, и референс трека выбирают люди сами. И в одном из эфиров нам сказали «Переплюнь Гидроликс 9». «Переплюнь тебе Гидроликс 9». А этот некий музыкант такой, Дэйв Задраммер его зовут. И у него треки Гидроликс 1, 2, 3, там 9, 12,5, 11, ну и так далее. И это легендарный трек. И мы не то, чтобы его побили как-то и так далее, мы просто сделали что-то из разряда той же энергетики. Но из тех звуков, которые нам дали. Благо, навыки звукорежиссура позволяют. Да, мы использовали исключительно то, что вот нам заказали, ничего лишнего. Но это лишний раз дает вам ограниченные возможности, и вы лишний раз просто прокачиваете свои навыки. Конечно. Помнишь, как шутка старая про текстеп продюсера и пилот? Да, кстати, есть очень старая шутка. Как раньше писали текстеп. Продюсер просыпался в подземелье, вот, включался телевизор, и там, хочешь, я поиграю с тобой в игру, у тебя 4 звука, и 2 часа, чтобы написать 5-минутный текстеп-хит. Если ты этого не сделаешь, то вот эта вот хрень на твоей башке сомкнется, и она оторвет к чертовой матери. Ну, у тебя есть шанс, если ты через полтора часа сделаешь сейв, тебе еще закинут час. Ну, типа, на выживание. А сейв должен быть, то есть половина трека хотя бы написана. И вот, это удивительно, но умудрялись люди из 4-х дорожек делать просто потрясающие треки. Допустим, тот же хит Bad Company The Nine вообще состоит там чуть ли не из 6-ти дорожек. И не исключено, что там так и было. Вот так вот. Поэтому, на самом деле, для любого творческого человека лучшие ограничения какие-то. Как только тебе говорят, что никаких ограничений, расслабься, все, работа не двигается. Это, наверное, касается и любого заказа оплачиваемого, что деньги после стульев, как говорится, и так далее. Всегда у музыканта, у художника, у артиста, у кого угодно творческого человека должен быть стимул и во что упереться, чтобы, как это, чтобы творчески изъебнуться, я это называю, и выйти из ситуации красавчиком. Как-то так. Следующий вопрос. Вы, как музыканты, соответственно, в студии работаете и пишете треки. В клубах или на фестивалях вы представляете свою музыку, как диджей. Как вы считаете, в 2017 году и далее, классический диджейнг кому-то нужен или это уже тупиковый вид? Классический диджейнг вид... Имеется в виду, без своего материала исключительно использовать чужой материал, как на радио, как пример такой. Ну как, мы же не можем уже кусок сложившейся истории взять вот так вот просто и выкинуть. но это сложившиеся обстоятельства. Эти люди, они в принципе становятся таковыми, потому что так вот складывается почему-то. Вот нахер кому нужны диджеи на самом деле. Но в душе они все очень хотят писать музыку. Они всегда про это говорят, они всегда заостряют на это внимание. Всегда хочется делать музыку, но есть куча всегда каких-то но, почему они этого не делают? Я не знаю, короче, мне кажется, что все сейчас могут писать музыку. Да. Действительно того уровня, который подходит для того, чтобы издаваться на среднем плотничке. Да и даже больше. Быть на виду и соответствовать уровню мероприятий, на которых ты играешь. Бывают исключения чисто технические, когда вот нужен человек, ты берешь его, потому что вот он исполнит, отыграет и так далее. Но в целом я все-таки сторонник того, чтобы вот если ты просто диджей, ты хотя бы визуально тогда что-нибудь еще донеси. Есть же там куча дешевых вариантов, как можно разнообразить свой сет. Допустим, если в клубе есть проектор, а у тебя подготовленный сет, ты можешь подготовить VJ-программу, которая будет херачить в каждую минуту-минуту под то, что у тебя происходит в миксе, с переплетениями визуальными с тем, что происходит на экране. Это уже как минимум круче, чем просто диджей, который вышел играть. Вот. Очень много диджеев есть, которая просто флешку вставляет и все красивее. Допустим, для музыканта это выглядит нормально, потому что большая часть работы его, она бэкграундом всегда. Он сидит там у себя в своей студии и пилит эти треки неделями, чтобы они потом в конечном итоге попали на флешку. А диджей заходит в контакт, просто сейвит это все, или на наш любимый магазин с тобой, на рутрекер, короче, и все оттуда сливает во флаках и шпилит это все. Это вообще, на самом деле, я еще больше скажу. Функция диджея должна быть это обогащение карманов музыкантов. Ты что играешь? Нашу музыку, правильно? То есть, мы производители, он как бы... Ты... Но есть для этого магазины Beatport, и если официальный диджей покупает музыку и играет, то он покупает ее. Либо iTunes. Тогда к нему, вот знаешь, минимум претензий. Вот он диджей, ему это нравится, он за это платит. Вот мы же, когда, допустим, хотим какой-то агрегат, мы же не будем ему воровать. Взяли, купили там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но попользоваться надо вначале бесплатно. Это как? Я про железо вообще-то говорил. Как ты попользуешься бесплатно рекордбоксом вот этим? Пришел в мусторг, дай тебе медиаторов, дай покручу там. Вы затронули как раз вопрос, который я хотел задать следующим. Мои личные убеждения, что музыкант на данный момент без видеоконтента практически не востребуем. И это, так скажем, та ветвь, которая тупиковая, на мой взгляд. И любому выступлению сейчас музыканта должно дополнение идти какое-то визуальное сопровождение, как то свет, либо видеоконтент. Что вы думаете? Я так понимаю, как ответ можно сказать, что да, это и музыканту, и диджею нужно. Или у вас свое мнение? Я думаю, что у нас в России очень много молодцев, которые считают точно так же. и здесь как бы не в саркастичном таком, названии молодцы, а реально люди, которые знают, как это делается, что за этим стоит, почему это нужно. Но у нас в стране пока это все с запозданием в любом случае. Конечно. это доступно на фестивалях Альфа Фьючер Пипл, может, Ультра Мюзик фестиваль какой-то, вот Виктор Строганов уже сколько лет файры зажигает, тоже какое-то визуальное шоу. Арма, арма. В целом, всем насрать. Надо это понимать. И я считаю, что, например, ты конкретно смотришь очень далеко в будущее для нашей страны. А по факту это уже происходит в Европе, когда, допустим, я вот смотрю выступление Exigen и там выходит динозавр на сцену, у него из ноздрей валит дым и на заднем плане какой-то глаз, короче, и он просто удивирует тебя. Я сижу на пункте и у меня вот так вот волосы и понимаю вот так вот просто. Это круто. Это реально круто. И он смотрится ли это так же в Drum'n'Bass'е? Вопрос. Ну вот вопрос еще в том, что, например, Exigen, он из Канады или там, например, проводилось это в Канаде мероприятие или в США. В США нельзя вот без этого шоу. Просто там люди воспитаны по-другому. То есть если здесь это на каком-то этапе развития, как сейчас, например, канает без этого, то я думаю, индустрия зайдет в какой-то момент до того, что это тоже станет практически обязательно. Может это быть. Еще такая тема, допустим, вот тот же UK, родоначальник практически всего. Да. Ты не задумывался, почему? UK. Оксфордский университет, в котором большинство всех железяк самых топовых сделано. Вот представляешь, вот такая маленькая зависимость. И вот именно из-за того, что у них вот эта вся движуха не без участия Оксфордского института клубная появилась. Музыкальная академия Беркли. Ну, это уже в дополнение, да? Ну, это вообще в принципе в дополнение. Но по факту, короче, у них уже ни одно поколение тусеров выросло. И когда они отправляют ребенка в клуб, они говорят, ну, много таблеток ты не ешь. А у нас говорят, что вернулся там, вот так вот так вот. Я не знаю, хотя бы пакут с сигаретами или что-нибудь. Опять в клуб, опять шляться там будешь. Вот я утрирую. Ты бездельник, что ты шляешься по этим клубам? А для них, это вот, допустим, для UK людей, они понимают, понимают, что пройдет время, и человек либо выберет что-то другое, либо продолжит развиваться в этой сфере, и в этом нет ничего плохого. у нас нет культуры заработка вообще на этой теме. То есть... Да. Вы имеете в виду заработка музыканта или... Всего. Всего. Модель не выстроена в принципе. Ну, то есть менеджмента не хватает. Я тебе имею в виду, для того, чтобы выстроить декорации, они должны быть рентабельными. Если тебе нечем за них заплатить, то нахуй они кому нужны, как говорится. Я, конечно, прошу прощения, Азамат, но тут без красного словца вообще никак. Получается, ты будешь вкладывать неимоверные усилия в пустоту. Вообще, у нас очень жаль, что нет филантропов. Я надеюсь, когда-нибудь мы с Пашей станем миллионерами. Надеюсь, в ближайшее время. И мы начнем это все дело развивать. Хотелось бы добавлять в это, во все визуальную составляющую. Но на этой... Поэтому у нас это, к сожалению, сейчас не будет развиваться. У нас сейчас музыканты заинтересованы, чтобы вот эту свою последнюю копейку выбить. Целые промо-группы ссорятся друг с другом из-за того, что кто-то кому-то больше платит и так далее. Но выиграет тот, кого больше хайпа. Ха! Пара-пара-пам! И необязательно там должно быть световое шоу. Нет. Три лучших артиста российских на драунбейс-сцене на данный момент либо за последний год, который вы услышали. Можете либо на двоих, либо каждый по три. О, честв. Че с нас было? Давай по ханты три, и я три. А что, найдем шесть штук-то? Они обязательно должны быть разные, у нас могут пересекаться мнения. Можно даже любой стиль музыки, неважно, допустим, это не только Diamond Bass, если будет. Я вот думал о ком-то недавно. Concept Division. Сегменты? Concept Division? Да. Не Synergy. No Synergy. Сегменты, Concept Division. Раз. Это очень сложный вопрос. Я могу сейчас высказать вот такое честное мнение. Независимо от моего отношения с человеком, человеческого и так далее, все же мы люди разные. Это не имеет значения, Да. Честно, профессионально. Вот по отношению к музыке. Слушаешь человека, он начинает выходить на топовые лейблы постепенно, да? Ты прям видишь развитие его. И каждый раз мы видим одно и то же. Одно, сука, и то же. что человек доходит до определенного уровня, а потом вообще не развивается. Просто начинает клепежничество. Одного и того же и стиль становится все хуже и хуже, неинтереснее, неинтереснее и человек исчезает. Это же четко слышно, что треки делаются из одного проекта. То есть используются реально предзаготовки. Либо короче постоянно одни и те же методы. Одни и те же звуки, сэмплы одни и те же методологии. И блин, остаются люди-то всегда одни и те же в конечном итоге на русской сцене. Вот так как мы увлекаемся ну драмм и бейсом, да, ну для нас, ну не знаю, может быть из техно Тесла можно отметить топовый чувак. Ну хорошо. Техника молодежи, там у него подкасты и так далее, все прикольно. А что, газеты не мачешь? Мумеранг вообще никто не отменял. Это мы его голод чистый изображаем. Да. На самом деле Иней классный артист. Я бы не сказал, что Тедди Киллерс это те люди, которые представляют вот нашу страну на должном уровне. Это крутые ребята, но мы же оцениваем контент, мы тоже не дураки. И по контенту там как бы... Вот Иней я бы отдал больше намного предпочтать. Да Иней как бы он в любом случае топчик. Вот что бы ты ни делал, как бы ты куда ни двигал, что бы ты ни выдумывал Иней. Все. Алексей Егорченков. Просто человек, который хер знает, когда начал работать над этим, фиг знает, какая там глубина его познания именно в олдскуле, то есть это вообще целый пласт истории он охватил, что подово. Человек работает. И у него уже крутые мониторы, как у Нойзи, я знаю с каких лет. Поэтому говорить о том, что кто-то лучше его, по-моему, глупо. Ну то есть и в итоге мы получаем... Кого мы назвали? Мы назвали Теслу, короче, Инея и все. Сегмент Концепт Вижн. Сегмент Концепт Вижн, да, кстати. Действительно, да. Вот они. Но не Синерджи. Им надо вообще, походу, если они собираются делать трек синерджи, им надо начинать его изначально. Это, кстати, ребята, к вам. Если вы нас смотрите, мы вам предлагаем... Очень хороший алгоритм, ребят. Начинаем как Концепт Вижн и сегмент. Делаем, 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 делаем. Закончили, все хорошо, все работает. Просто переименовывайте в Синерджи и прям бау-бам. Это такой психологический момент, когда ты называешь проект другим именем, он просто по-другому пишется. Многие не обращают внимания на эти вот вещи некоторые оставляют треки бездушными в виде цифр это тоже очень сильно влияет на творчестве хология ребят психология на мировой сцене за последний год вас кто-то удивил но я без просто не конкуренции ожидаемо насчет noise и вот сколько их до наездов в их сторону было вот роман бейса короче нет пишет какую-то хрень рапанулись где звук все пластмассовая я не понимаю что это насчет пластмассовая в корне не согласен как это так никогда не упасть вспоминать трек я просто вспоминаю трек вот смотри трек вспоминаешь который я не в неважно просто я вспоминаю трек у меня уже мурашки как можно добиться такого эффекта пластмассовым звуком блять нет вот я как человек уже 2001 занимаюсь но занимаешься музыкой он с 2005 мы просто мы пытаемся понять как и ломаем над этим голову они реально заставляют нас дышать ты он выходит новый релиз ты понимаешь сука кулина работать и это мотивирует это очень круто а когда ну люди этого не ценят меня тоже сильно удивляет вообще помнишь мы говорили про маркетологов все они это все из-за них толкает короче массовый продукт и то что действительно качественно было всегда она на фоне вот этого затертости массовым продуктом где все пластмассовое действительно качественный продукт слушается некачественно а пластмасс становится реально типа достоянием качества как-нибудь могу в открытую сказать что это сделал без с российским нейрофанка россии да да опустил планку качества просто ниже нижнего 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 и ничего с этим не поделать приходится просто гнуть свои линии все вопрос тогда такой по вашему мнению без все таки за развитие культуры или же небес хочет зарабатывать деньги движение без развития себя просто за развитие себя он развивает свой бренд в свое благо на довольно резко реагирует на критику и на какие-либо выпады в свою сторону хотя не должен этого делать то есть если человек уверен в себе и в своей движухе ему нафиг не нужны вот допустим у нас оригинальный контент если будут делать так же как и мы все поймут что это просто копирование правильно конечно ценность потеряется вообще я же допустим когда делал свою очередь под подкаст papercast столкнулся с не совсем адекватной критикой не только с его стороны поэтому сомневаюсь я что уже на данный момент это развитие культуры она выглядит так для людей но уже надоело слушать что мы можем мы можем мы можем да давно уже все можно давно уже никого не интересует что кто может и что не может вы какой-то комплекс советского союза честное слово пора уже просто советского человека без корочки да просто пора уже думать над тем что вот куча талантов не надо никого делить на плохих хороших надо всех развивать и не надо делать упора на то что поддержи отечественный продукт отечественного производителя и так далее у нас уже давно и давно все с этим нормально если этот продукт находится на должном уровне качества качества и контента то он в любом случае будет хороший и не нуждается он в таких призывах конечно да потому что когда беста говорит такое ощущение что транспарант красный транспарант знаешь что как будто тебя пытаются втюхать что-то вот за этот за вождя короче желаемо за действительное выдать и должен это как бы и вот ты сказал тупиковая ли эта тема до развивать все это в таком ключе конечно тупикова потому что ну на этом есть предел я вообще удивляюсь насколько можно было запустить этот момент в плане тупиковости вот этой всей движухи что я допустим пишу какой-то комментарий где-то или сообщение из разряда напишите мне там про нейрофанк еще что-нибудь с ваше мнение и мне пишут русский нейрофанк лучше всех да кто тебе такое сказал тебе если что сказал что такого жанра вообще не существует если что и вот чего ты взял что такой жанр вообще был к уже начиная с этого все плохо уже не о чем говорить ну такая тема на ваш взгляд есть какой-то способ собственно из этого положения выйти или просто каждый проект должен заниматься своим лицом и не пытаться куда-то пробиться и у каждого проекта есть срок годности я понял твой вопрос абсолютно и нужно иметь мужество чтобы что-то закрыть и открыть новое да вот и все я я надеюсь что без евгений без нам просто получит какой-то заряд из космоса однажды переборит себя не побоится и перейдет какой-нибудь более адекватный формат потому что он уже давно сам из него вырос и так у нас первое видео и я думаю что мы его будем не по традиции но все же заканчивать какими-то розыгрышами и призами и как предложение разыграть какие-то футболки как вот диджей то есть так и от лейбла paper funk и есть такое предложение в качестве конкурса выбрать лучшее название для трека который выйдет на лейбле paper funk вот отлично прекрасно у нас сейчас как раз альбом как бы намечается и там вот по-любому будет один трек которому нужно будет дать название и мы всегда за интерактив это самый лучший интерактив выберем самые психоделичные ужасные долбанутые комментарии всех ну возможно их же будет три то есть там еще два призовых места может и так оставляйте тогда свои комментарии под этим видео с вариантами названия а да еще надо уточнить один момент перед тем как оставить нужно будет прослушать трек демку которого мы выложим для того чтобы люди придумали название для него сразу предупреждая трек будет в сыром виде поэтому просто потребуется ассоциативный ряд чтобы ну грамотный чтобы название было крутое я думаю это ничего не мешает людям все равно составить какую-то картину даже вполне так что с вас название треков под этим видео соответственно ребята выбирают какое название попадет и человеку я думаю будет приятно в качестве референса по этому вопросу мы берем кибер цыган да у нас недавно вышла компиляция various artists volume 2 и там как раз хай про вышел с треком кибер цыган кстати его по приколу назвали наши слушатели кибер гипсы но это новый вид гипса короче ты поранился видать там сломал руку пожалуйста кибер гипс там ну ты понял да отлично вот именно такие вариации нам и нужны соответственно их мы и ждем в комментарии а на этом все спасибо большое ребят за интервью получивте за крутые вопросы